Поймал себя на мысли, что давно не был в зоологическом музее в Петербурге, решил сходить в очередной раз. Сниму маленько, вот это вот скелет кита, впечатляющая вещь. Это, наверное, кошелот, касатка, нарвалки. Касатка любит похавать, я думаю. Вон кошелот, вот это вот его череп. Тоже любит похавать, судя по зубам. Хочу посмотреть, что это за кит. Синий кит. Ну так, буду маленько снимать, да и себе на память. Так как я сам занимаюсь своим как бы музеем, то мне это пригодится. Все больше и больше опыта своего приходит, и на чужом надо тоже учиться. Как все это, чтобы выглядело представительно. При этом не повреждалось, как все это хранить. Надо учиться и на чужих ошибках, и на удачных вещах. Продолжение следует... Продолжение следует... Тауэллз Кстати, мудакская здесь система в этом музее Что вот мне взяли в гардероб вещи, оказывается нельзя сдавать И таскаюсь тут с рюкзаком и с гитарой За это им очень серьезный минус Этого гардероб и сделал, чтобы там сдавать вещи А если бы я хотел что-то взорвать, то Это мне не помешало бы взорвать это и здесь Пронести с собой Поэтому смысла в этом никакого не вижу И так продолжаем Подсмотр Да, вот эти очень похожи И так продолжаем И так продолжаем Слепыш, кстати, интересное Животное я только недавно узнал О таком На самом деле Животных намного больше, чем Большинство людей знает Чем показывают в детских учебниках и книжках Животных Здесь огромное количество таких животных Что 99% людей вообще не подозревает Подумали бы, что это Какая-то мистика или какое-то чудовище Если бы столкнулись Неподготовленными Соболеными 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 Молодой медвежодник Молодой медвежодник На даче Вот прям млекопитающее меня не очень интересует, мне больше нравятся всякие насекомые, что такое необычное Морские всякие твари, особенно всякие непонятные Пойду где насекомые Морские вообще красивые Морские вибриды Детям все это интересно и хорошо, что что-то их водят, но дети мешают очень часто смотреть, ходить по музеям. Очень многие в полный город разговаривают, кричат, дверещат, я думаю как бы надо их родителям все-таки воспитывать, их приучать, внимательно за собой следить. Вот это вот уже мое. Палочников некоторых видов я держал, но они не агрессивные, поэтому мне не очень это заходит, скучновато с ними. Люблю возиться с кем-то опасным, чтобы как бы адреналин получать одновременно с познанием. Ну так поверхностно сниму. На память. Ну и кому интересно тоже, чтобы глянуть. Ну тут вообще бесконечно можно ходить. Но это больше для узких специалистов. Подобные у меня есть, только меньше размером другого вида с Индонезией. Так-то у меня есть кое-какая коллекция насекомых. Могильщики у нас тоже есть, такие водятся, такого же расцветки, только меньше. Вот они, такие у нас водятся под телами, под мертвых животных, можно их найти. Вот показано, кстати. Мужики-галявы. Синий, красивый. Мужики-гнездо. Мужики-гнездо. Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что съемка отвлекает... От собственного анализа происходящего... Ну, кит, конечно, шикарный... Голосовой аппарат Ворона... Интересная штука... Как лежат, как в церкви... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот модели динозавров... Реконструированы... Археоптерикс... Как бы птицы, как я понимаю, вообще произошли от динозавров... Поэтому... Ученые восстанавливают именно... Перед птиц... Многие виды динозавров... От которых ничего не сохранилось... Вот то, что было в Антарктиде... Когда-то... Яйца страуса... Слепок отпечатка Археоптерикса... По которому реконструировали... Потом... Подобного динозавра... В общих чертах снял... Показал вам... Приезжайте... Сейчас пойду уже внимательно рассматривать... Всем спасибо за внимание... Субтитры создавал DimaTorzok